А теперь коротко о других новостях. Закрыла глаза на продажу алкоголя несовершеннолетним. Во Фрунденский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего стража порядка. Установлено, что 33-летняя подозреваемая, работая в одном из отделов полиции, должна была выявлять тех, кто продает алкоголь несовершеннолетним и привлекать их за это к ответственности. В августе нынешнего года она получила от предпринимателя, ранее привлекавшегося к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним, взятку в размере 7,5 тысяч рублей за несоставление протокола. Вину обвиняемая признала, в содеянном раскаялась. Женщина уволена из органов внутренних дел. За совершение преступления ей грозит до года тюрьмы. Вместо помидор выращивали коноплю. В противоправных действиях подозреваются жители Гусьхрустального района. Сразу несколько наркотических огородов было обнаружено оперативниками весной и осенью текущего года. На садовом участке и чердаке дачного дома 26-летнего жителя города Стеклоделов полицейские обнаружили более 3,5 килограммов конопли и свыше 2,5 килограммов марихуаны. Во втором случае из хозпостройки, принадлежавшей 62-летнему жителю Гусьхрустального района, оперативники изъяли более 1,5 килограммов частей растений, содержащих наркотические вещества. Расследование уголовных дел продолжается. Нашли обломки военного самолета. 13 октября в Собинском районе Владимирские поисковики обнаружили фрагменты самолета Ла-5, разбившегося в июле 1944 года. Истребитель упал во время учебного полета. В ходе раскопок найдены фрагменты обшивки и номерные детали самолета, позволяющие идентифицировать машину и установить имя пилота. До этого момента поисковики располагали лишь архивными данными, которые требовали подтверждения. За штурвалом находился младший лейтенант Телицын Матвей Петрович, уроженец Шиловского района Рязанской области. Ему было 24 года. Останки летчика также обнаружили среди обломков воздушной машины. Родственники погибшего пилота прибыли на место крушения самолета. С полки супермаркета под колеса «Авто» сотрудники регионального управления Россельхознадзора снова обнаружили санкционную продукцию. Это груши, которыми торговали в одном из гипермаркетов Владимира. Сообщается, что информация, указанная на этикетках, не соответствовала указанной в товаросопроводительных документах. На основании анализа предоставленной документации установлено, что в гипермаркете реализовывалась продукция, запрещенная квозу на территорию России. Почти 200 килограммов груш были изъяты и уничтожены под колесами машины.